Фобос грунт могли повредить американцы. Сегодня открывается временное окно, когда по расчетам специалистов Роскосмоса межпланетная станция может рухнуть на Землю. Тем временем глава российского космического агентства намекнул, что неудача при запуске может быть и не их виной. Ведь когда спутник проходит по теневой от России стороне Земли, Роскосмос не может его контролировать. О том, как тень пала на американцев и как должен упасть Фобос грунт, расскажет Алексей Камынин. Леша? Спасибо, Лика. Добрый день. Специалисты Федерального космического агентства пока не готовы назвать причины неудачи проектов Фобос грунт, зато могут намекнуть на возможных виновников. Вот статуя из интервью главы Роскосмоса Владимира Поповкина, которая он дал известие. Давайте посмотрим. Сегодня нет ясности, почему не запустилась двигательная установка. Непонятны также частые сбои с нашими аппаратами в тот период, когда они летят над теневой для России стороной Земли. Там, где мы не видим аппарат и не принимаем с него телеметрию. Не хочется никого обвинять, но сегодня есть очень мощные средства воздействия на космические аппараты, возможности применения которых нельзя исключать. Конец цитаты. Напомню, ракета-носитель «Зенит» с автоматической межпланетной станцией Фобос грунт была запущена 9 ноября с космодрома Байконур. На стадии выхода на траекторию перелета к Марсу возникла нештатная ситуация. Это маршевая двигательная установка Фобос грунта не сработала, и аппарат остался на низкой околоземной орбите. Станция должна была совершить посадку на спутнике Марса в Фобосе и взять пробы грунта. Стоимость проекта, по неофициальной информации, составила около 5 миллиардов рублей. Вероятность того, что эти деньги вылетели в трубу, ну или упали куда-нибудь в океан, пока точно неизвестно, куда упадут, мы попросили оценить академика российской академии космонавтики имени Циолковского Владимира Железнякова. Правда ли, что не мы тут виноваты? Теоретически это возможно. У американцев есть на Аляске мощные станции, которые выдают импульс, достаточно мощные, которые могут привести к выходу из строя радиоэлектронной аппаратуры. Но это все только домыслы и теории. В отношении Фобос грунта, мне кажется, здесь причину нужно искать в нашей беззалаберности, в халатности. Но факт есть факт. Действительно, все наши аппараты, потерянные в прошлом году, исключая «Прогресс» в августе и «Меридиан» в декабре, были потеряны именно в то время, когда наши средства контроля технического пространства их не видели. А место падения Фобоса в Роскосмосе обещают точно указать за сутки. Оно, в общем-то, такое, как и раньше сообщалось. Те же американцы называли наиболее вероятной датой 11 и 13 января. В Роскосмосе еще несколько дней назад определили окно с 10 по 21 число. Но наиболее вероятной датой падения называют 15-е. Место падения еще более неопределенное. Половина земного шара от 51-го меридиана сверху до 51-го снизу, с юга. В общем, почти пол земли. Ближе к дате падения мы обязательно расскажем и о более-менее точном месте. Крушение Фобос грунта. Лейка. Спасибо, Леша.